доброго времени суток с вами данил добро сегодня я вам продемонстрирую работу одного из самых легких линуксов с графическим интерфейсом данный линукс называется спаки линукс основанный на дебиан этот линукс достаточно легкий он не сильно нагружает систему также сюда предустановил более легкий браузер конкретно под 1 гигабайт оперативки замечаем небольшие подлагивания но я думаю на реальной машине будет работать лучше так у меня все-таки и ssd хэдэшный диск с которую на которую велась запись видео в целом мне этот линукс понравился все на нем работает есть менеджер пакетов сунаптик все приходится там используется самое легковесное окружение рабочего стола рабочее окружение x qt это окружение достаточно легкая не нагружает систему как мы видим данный легковесным браузер называется play moon бледная луна снова на firefox по-моему там даже поддерживается некоторые расширение firefox но самое главное что этот браузер легче firefox который тут предустановлен мы видим что youtube хорошо работает мы можем тут смотреть видео в полноэкранном режиме замечу что когда я просто использовал на виртуальной машине все гораздо меньше лагала и все даже открывалась в обычном браузере firefox менеджер файлов или проводник тут довольно простой как мы видим мало чем отличается от менеджер проводников вообще в линукс во всех линуксах примерно они все однотипные и одинаковые хотя по-разному называются но для большей стабильности я сюда поставил браузер play moon остальные все браузеры легковесные они либо текстовые либо они поддерживают youtube и другие популярные сервисы ближе к концу видео я продемонстрирую скриншоты некоторых этих браузер к а теперь давайте перейдем настройки этого линукса они не сами очень богатые многообразие них достаточно легко разобраться простом менеджеры пакете сунаптик можно устанавливать нужные нам программы их там достаточно много как я установил например все браузеры на этот линукс и все чисто через этот установщик без помощи терминал также тут предустановлен медиаплеер vlc и теперь мы перейдем непосредственно к установке этого линукса сейчас я быстро пробегусь по установке мы видим что тут нам нужно выбрать язык потом выбирают выбираем местоположение потом раскладку клавиатуры сразу английскую так как если вы выберете русскую то потом дальнейшем вам нужно будет вводить имя имя вводите короткое состоящие из двух трех букв чтобы потом быстро и и это имя вводить при входе в систему также пароль к сожалению нельзя поставить короткий из четырех цифр или букв это потом можно изменить в настройках и это достаточно быстро сменил в конце установки покажу после этого того как мы ввели пароль и имя пользователя происходит установка где-то примерно так и есть 15-30 минут зависимости от того какой у вас диск и какая у вас флешка после установки нам предложат установить обновление на что конечно же соглашаюсь после установки обновления будет предложено поставить русский язык русифицировать linux что я тоже потом соглашусь во время этого я протестировал браузер и как я заметил многозадачность этот linux поддерживается достаточно хорошо предустановленный диспетчер задач а теперь я демонстрирую свои настройки внешнего вида и других характеристик том числе и языка клавиатуры приложение по умолчанию после настройки на завершилась установка и когда у нас решилась установка я начал устанавливать уже языковые пакеты на что тоже ушло достаточно много времени настройках пользователей группы я удачно сменил пароль на более короткий также в настройках ассоциации файлов можно настроить как будет открываться те или иные форматы не очень удобно но можно настроить по умолчанию все текстовые файлы открываются либре офис а он достаточно тяжелый хотя вроде бы есть легкий блокнот который открывает эти файлы за несколько секунд а пока этот либо офис загрузится пройдет почти что минута после настройки я перезапустил linux чтобы убедиться что пароль под подходит после смены и эта функция работает и вот сейчас я буду демонстрировать то какие я легкий браузер устанавливал и как на них отображаются сайты и еще я установил топ это диспетчер задач легковесный который мне больше нравится к сожалению у меня завис linux в браузере и мне его пришлось перезапустить после этого я установил несколько легковесных браузеров и только только один play moon лучше всего подошел для этого linux в качестве хорошего браузера для работы с современными сайты на этом я заканчиваю свое видео поставьте лайк если это видео наберет 10 лайков этот linux проверил на 32 битный именно 32 битные для старых компьютеров и посмотрим как он будет работать на старом оборудовании сожалению мне нет подходящего старого компьютера но я также протестировал на виртуальной машине подписывайтесь на мои соцсети это будет указано в ссылках до встречи в следующих видео